Практически всю свою жизнь житель деревни Большая Своротва, 47-летний Александр Данильчик прикован к инвалидному креслу. Проблемы с ногами, рассказывает мужчина, у него возникли в возрасте 9 лет. Ни супруги, ни детей у него так и не появилось, а все необходимое приходилось делать, насколько это возможно, самостоятельно. Или, как в случае с заготовкой дров на зиму, просить у кого-то помощи. По крайней мере, так было до недавних пор. Предложили, я позвонил с работниками, я говорю, хорошо, я говорю, есть там, я еще на выходные. Маловато будет зиму, ну вот этих хватит как раз. Конечно, хорошо такие мероприятия, чтобы проводили, помогали инвалидам, потому что инвалиды одинокие, которые, тем более, деревни такие глухие, нету народа, нету даже попросить, чтобы кто-то что-то помог. И хотя, наверное, привычнее, когда хороший пример подают люди постарше, в данном случае на своего рода флешмоб от президента первыми откликнулась именно молодежь. Когда я узнал о этой акции, я сразу предложил ребятам помочь человеку. Я считаю, нужно помогать пожилым и старым людям в такой ситуации. Мы помогаем всем, кто попал в нелегкую жизненную ситуацию. Это инвалиды, это пожилые люди, одинокие люди. У кого нет какой-то помощи извне, приходит на помощь Безрусский Республиканский Союз Молодежи. Несмотря на то, что я девушка, я с удовольствием принимаю участие в различных эстафетах, акциях «Рублю дрова». Молодежь, принимайте участие, помогайте ближним, ведь все мы одна большая семья. Присоединиться к благотворительной кампании по подвозу, колке и складированию дров может любой желающий. Ведь для добрых дел не нужно поводов, а вокруг каждого из нас наверняка есть те, кто нуждается в помощи. Мария Кудина, Юлия Селюк, Николай Рудский, телерадиокомпания «Брест».